Дезинфекция ионами серебра, вопросы про Деда Мороза и креативные попытки привлечь внимание президента. Большая пресс-конференция Владимира Путина завершилась. А что было за кадром? О некоторых интересных моментах в сюжете. Она добивалась внимания президента как могла. Шеф-редактор Первоуральского ТВ Светлана Вахмянина приехала на пресс-конференцию главы государства задать вопросы о популяризации русского хоккея. Это непросто, ведь здесь собрались еще 500 журналистов. Зато легко можно обсудить с коллегами будущее этого вида спорта. Например, узнать мнение известного комментатора Дмитрия Губерниева. Я не думаю, что этот вид спорта сейчас затвор, честно говоря. Мне кажется, что и уральский трубник, команда знаменитая, и многие другие, все делают максимум для того, чтобы в лице можно как-то разговаривать. Может быть, с точки зрения телевизионного показа надо подумать, что и как тут. Формат телевизионный, по-моему, достаточно трудноватый. Сложно следить за мячиком, если говорить, да, на самом деле. Тут нужно что-то думать, мне кажется. Но и главное подтягивать другие страны, потому что развития пока недостаточно. Выяснилось, среди коллег из разных городов тоже есть поклонники русского хоккея. Например, в Мурманске. Команда из этого города также играет в Суперлиге. У нас сходные проблемы, потому что у нас тоже нет крытого поля. И болельщики говорят, что если бы оно было, конечно, спортсмены могли бы тренироваться и в июле, и в августе, и когда угодно. Болельщики очень ждут. У нас полный стадион. В любой мороз приходят, болеют и зажирают. Жесткий хоккей в массы. В этом году большая пресс-конференция проходила в очном формате. Представителей СМИ рассадили на дистанции друг от друга минимум полтора метра. Прежде чем попасть в зал, репортеры сдали ПЦР-тесты и прошли через дезинфицирующие рамки, где происходит обработка серебром. Тема коронавируса на брифинге была одной из главных. Что касается смертности от ковида, это сложно посчитать. Не потому, что кто-то чего-то пытается скрыть. Совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения, правительство, нацеливаю на то, чтобы все было максимально открыто и понятно, и ясно. Еще и потому, говорю вам совершенно откровенно, чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Ведь смертность высокая отчего. Да уровень вакцинирования иммунитета коллектива у нас низкий. Журналисты задали Владимиру Путину более 50 вопросов о социальной политике, поддержке бизнеса, международных отношениях и даже о том, как у главы государства складываются отношения с Дедом Морозом. О хоккее с мячом речь не зашла, но насчет спорта в целом поинтересовались. Президент признался, вынужден поддерживать форму. Спортом я действительно занимаюсь, потому что я считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа. Завершая пресс-конференцию, глава государства поздравил журналистов с наступающим Новым годом. В этом году президент отвечал на вопросы представителей СМИ 4 часа. Виталий Модин, Алексей Вербицкий, Новости, Первоуральск.